Рождественская ярмарка ждет гостей. В парке Липки расположилось более 40 домиков в шале. В каждом товары от местных производителей из разных уголков области, а также Белоруссии. Владимирцам и туристам предлагают самые необычные сувениры. От вязанных деревянных и керамических символов года до теплых варежек, носков и кожаных изделий ручной работы. Кожевное искусство вообще издавна было развито. И у нас на Владимирской земле на сегодняшний день тоже есть такие великие мастера. В качестве участников городская администрация каждый год приглашает на ярмарку всех желающих. Одна из главных задач – показать, чем богат наш город и регион. Качество продукции проверяют. Все хозяйствующие субъекты предоставляли документы, подтверждающие качество, фотографии, как будут оформлены домики. Приоритет при распределении домиков в шале, конечно же, однозначно был отдан местным производителям. Уровень цен на ярмарочные товары никто не регулирует. Однако в профильном управлении всегда просят не задирать цены в праздничные дни. Предлагают на ярмарке разнообразные угощения. Здесь найдется все от сладостей до шашлыка и солений. Соленье, варенье, грибочки, шиповник лесной. Все из Муромского края, все наше. Эти медовые лакомства привезли из Юрьевпольского района. Там уже много лет работает семейная пасека. На ярмарке во Владимире свою продукцию представляют каждый год. Жители города и туристы мед любят. Кто-то покупает для укрепления здоровья, а кто-то в качестве угощения. Полезен круглый год и желательно его кушать. Не только, когда заболеете, а каждый день. Кстати, нет любимого меда у Владимирцев, потому что они любят разнообразие. И дягили, и липы, и разнотрави, то есть все. А здесь расположились партнеры из Белоруссии. Свою продукцию привезли гости из Святой Елисаветинского монастыря города Минска. Там работает более 40 мастерских, в которых изготавливают витражи, посуду, книги и другие изделия. Усё ручной работы. Взроблено с молитвочкой, с любовью. Усё нашими сёстрами и братьями. Согреться на ярмарке можно чаем, а можно попробовать старинные русские напитки по традиционным рецептам. С пряностями, травами и мёдом. В их числе сбитень и фирменная суздальская медовуха. Разных сортов медовуха бывает. Двугривенная, пятиалтынная, полуполтинная. С чем отличается? Состав мёда. Гречичный, разнотравие и на липовом цвете. Посетителям ярмарки рассказывают о традициях и промыслах владимирских умельцев. Делятся некоторыми секретами мастерства. По словам гостей, здесь по-настоящему заряжаешься праздничным настроением. Сюда отдыхать ходим. Как вообще? Нравится? Причем хорошая идея такая? Что ярмарка в центре? Ну, для народа. Всё делают. Сейчас захотелось чего-нибудь не сладенького, а что-нибудь такого посерьезнее. Пришлось покупать хот-дог. К слову, рождественская ярмарка во Владимире, по данным мэрии, входит в топ-10 лучших новогодних ярмарок России. Проработает она до Старого Нового Года. Посетить ярмарку могут все желающие. Маргарита Махрова, Егор Хребко, 6 канал.